Кто я такой? Меня зовут Андрей Найденко, я синий разработчик в EPUM, в .NET, поэтому просьба поменьше ПКП, побольше абстракций, чтобы я вас понимал. Но, тем не менее, у нас сегодня разговор будет больше по JavaScript, а именно библиотека Нокаут.js и лежащая в его основе паттерн программирования MVVM. Перед тем, как я стартану, просто ради меня, пожалуйста, поднимите руки, кто работал с Нокаутом, кто понимает, о чём будет идти речь. Тебе будут разные огромные пироги. Хорошо, не даром я добавил введение первым словом, да? Думаю, вам будет интересно. Что такое Нокаут? Это бесплатная библиотека, опенсорсная, описанная Стивеном Сандерсоном, для разработки богатых приложений, интерактивных, с прозрачной моделью данных, с отзывчивым интерфейсом. Она в своей основе несёт событийно-ориентированное программирование, либо, если быть более конкретным, реактивное программирование. Но это всё мелочи. Что нас сегодня будет интересовать – это верхушка этого айсберга, основные понятия. Пример мы рассмотрим, мы будем писать код вместе. Я покажу, что это такое, как в реале им пользоваться. Так, ну, собственно, моё знакомство с Нокаутом началось где-то годик назад, то есть я довольно такой новоиспечённый Нокаутёр, да? Но, тем не менее, знакомство было тесное и многое успел испробовать, чем с вами поделюсь сегодня в какой-то степени. Последний, ну, даже предпоследний мой проект был завязан на Нокауте. Я полгода активно крепал на JavaScript, несмотря на то, что я .netчик. Вот. И набил неслабо руку, как мне кажется. Хотя, ну, это не мне решать. Вот. И мы разрабатывали на проекте, ну, некий гаджет, финансовый инструмент для просмотра котировок по компаниям. Гаджет мы сегодня этот увидим, но в суперупрощённом виде. Это будет наше демо-приложение, да? На нём мы будем пытаться внедрить Нокаут. Вот оно такое, ну, суперпростое. Я вверху отобразил небольшой чартик, диаграмму, да? Внизу там статистика, будут какие-то аналитические данные типа. И внизу справа контроллер элемента управления нашей вьюшкой. Это то, с чего начиналось это приложение. Мы видим знакомый код, jQuery код. Вот. Причём он по ходу разрастался и разрастался. Заказчик выставлял новые требования. Ему нравилось, он хотел ещё. Вот. И наш код разбухал, становился неуправляемым. Вот. Никакие юнит-тесты не помогали. Приходилось вводить модульную архитектуру, разрабатывать инфраструктуру на базе, ну, имеющихся решений на рынке. Немножко смотрел на MVC фреймворки. Тот же Backbone, в частности, Ember, JS. Ну, совсем чуть-чуть поверхностно. Но остановился на нокауте, тем более у нас была экспертиза в команде. И я смог, ну, получить базовые знания от человека на словах, и потом уже копать и копать, и пытаться как-то внедрять. Так вот. Вот этот jQuery код – это просто пример, да, набит обращениями к дому. Шаг влево, шаг вправо – сразу расстрел, завязка на дом. Вот. И очень тяжело в таком коде уловить зависимости с пользовательским интерфейсом. Непонятно, что произойдет в том или ином случае, да. К примеру, я там подрагал слайдеры какой-то, и у нас фарится несколько ивентов, цепочки связанных между собой. Эти зависимости очень тяжело отслеживаются. Они бывают односторонние, бывают двухсторонние. Ну, в общем, я как-то стрелочками здесь попытался отрисовать ситуацию. Вот. Но проблема была в том, что тяжело было разрабатывать новые фичи. Я затухал, у меня настроение сразу падало, потому что чуть допиши строку другого кода, и нужно регрейсию делать, валяется в других местах приложения. Вот. И тяжело было покрыть все это функциональными тестами, не говоря о модульных, поскольку взаимодействие с домом, ну, оставляет желать лучшего. Это, как мне кажется, очень большое, уязвимое место в веб-разработке. Вот. И нокаут, он как раз помогает решить эту проблему, он позволяет от дома отвязаться, работать с некими абстракциями, и, соответственно, тестировать эти абстракции. Вот. Ну, как бы, вернемся к коду. Он такой немножко пугающий, его называют вонючим кодом, да? Я попытался это изобразить на отдельном большом слайде, вот, чтобы описать эту картинку. Это заказчик? Это заказчик, который хотел еще и еще? Что это такое? Можно фантазировать, не фантазировать. Вот. И понятно, что с таким кодом нужно бороться. А бороться кому? Разработчику. И днем, и ночью сидит бедный разработчик, трудится, глаза уже затекают. Может, кто-то даже себя узнает в этом лице. Вот. Да. Постоянная регрессия, тестировщики мучаются, начинают скучать. Как же так? Функционал то и дело отваливается. Нельзя захватить тестами имеющиеся фичи. Вот. И верстальщик тоже в недоумении находится. Как же так? Я вчера дал верстку, сегодня ее уже успели поломать. Бедня не прошло. Вот. И понятно, что всем этим управляет менеджер. он тоже как-то имеет… Это тоже с первого доклада. Да. А заказчик остается примерно вот таким, да, слегка недовольным. Ну, и на этом слайде я представил упрощенную реализацию с использованием нокаута. Детали мы будем уже на живом примере рассматривать. Просто хотел подчеркнуть, что нокаут строится на MVVM шаблоне, который расшифровывается Model, View, ViewModel. Три компонента у него есть, три составляющих. Вот. И основной является ViewModel. Это та абстракция над View, абстракция над домом, да, над нашей разметкой и так далее. И эта ViewModel вверху справа представлена. Она плоская. У нее ряд свойств обозреваемых есть, которые связываются со ViewModel. Связывается достаточно просто. Это, можно сказать, есть точка входа в нокаут с помощью вызова функции KO-Applied Bindings. Слева вы его видите. Устанавливается связь ViewModel. Нашей разметки, да, с вот этой абстракцией ViewModel. Ну и внизу немножко разметочки я кинул. Просто для примера, да. С помощью DataBind описывается в разметке эта связь. К примеру, по клику на такую-то кнопочку, да, мы должны в ViewModel вызвать какой-то, ну, метод, ну, функцию, да, хендер. Вот. Либо, там, нужно установить двухстороннюю связь и на HTML с такой-то, с таким-то свойством обозреваемым. Пускай там приветствие, да. Ну и, соответственно, такой код, он намного чище, с зависимостью у него становятся прозрачными. Устанавливаются двухсторонние связи достаточно просто. Мы можем четко определить, что происходит, ну, при определенных событиях, да. При, например, User Interaction, да. Какой сценарий у нас будет, цепочка операций будет вызвана. По этим зависимостям реально все это отследить. Ну, не буду вас томить. Поработаем с кодом немножко. Я застанчиваю, буду показывать код в Visual Studio, но, думаю, это не проблема. Я вскрою все лишние кнопочки, мы будем работать с окном. Мы тебе потом покажем хорошее видео. Тебе нужен человек, да, который будет держать микрофон? Нет, у меня... Настроили? Отлично. Слышно меня? Да, да. Включите второй микрофон, как врач. Отлично. Возле клавиатуры. Хорошо. Демо-аппликейшн, я говорил, будет... Все верно. Будет у нас на том финансовом инструменте, который я для этого показывал, да. Чартик с элементами управления, со статистикой. Предположим, мы начали проект, расписали требования, заестимейтали и так далее, приступили к реализации и дизайнер отработал, освоял нам какую-то красоту, да. Верстачик отработал, попилил это все, порезал, верстку нам выдал. Теперь наша очередь, разработчикам. Мы должны эту верстку оживить. Мы должны сделать ее интерактивной. Ну, эту вьюшку, да. У нас, в нашем примере, вот она, вьюшка. Мы не будем внедряться в подробности. Главное, что вы структуру помните, да. У нас есть чарт, у нас есть статистика и у нас есть контроллер. Вот. Ну, собственно, с чего начинается нокаут? Конечно же, с подключения библиотеки, да. Ну, в плане девелопмента. У меня есть код сниппеты, вы не переживайте, я долго по клавишу шуршать не буду. Мы будем так постепенно продвигаться. Так. Угу. Я вынес блоки кода в отдельный файл и буду его периодически затаскивать и объяснять, что та или иная строка означает. Акцентировать внимание. Ну, собственно, подключение... Секунду. Может, так будет удобнее? Я ощущал тут экспириенс от картинки, которую ощущаете вы. Там попросили чуть-чуть зума добавить. Чего добавить? Зум. А. Так пойдет? Еще. Еще. Ой. Может, здесь все есть. Договорились? Да, нормально. Нормально? Хорошо. Так. В общем, библиотеку подключить дело не хитрое. Она одна. Никаких зависимостей. Вот. Но я сразу закину сопутствующие в разработке. Ну, нокаут 2.0, дубах-версия. Ну, понятно, да? Подключил jQuery для удобства. И еще одну самописочку мою, ну, с заготовками. Написанная модель. Составами, в общем. Да? Это первое, что нужно было сделать. Второе. нужно включить нокаут, пускай даже на пустой view модели. Но мы увидим, что он работает. И посмотрим на то, ну, в браузере глянем на этот пример. Я на токимонтрейде. Давайте. Что здесь я сделал? Ну, я объявляю класс, класс ViewModel, да? Который я буду набивать свойствами какими-то. И инстанцирую его в зависимости от, ну, с зависимостью на модель. И применяю ее на нашу view, на нашу разметку. Вот. Я думаю, можно уже запустить в браузере, проверить, что я все правильно подключил. Сейчас мы это сделаем. Заодно увидите стартовую разметку, которую мне, типа, выдал верстальщик, да? Так, секундочку. Вот. Пустая, неживая. Я что-то делаю, реакции никакой. Я на кнопочки нажимаю, да? И здесь чартик не подразился. Ну, хотелось бы итерационную задачу решать. Давайте начнем с наших данных. Мы хотим отобразить в нижней панели chart data наш, ну, какой-то вектор, да? Ну, массив обычный. Что я сделаю? Я создам обозреваемое поле с этим массивом и свяжу наш элемент управления на view-ушке с этим свойством. Создаются обозреваемые поля с помощью вызова ko-observable. Это метод нокаута. ko – это namespace нокаута. Да, мы сегодня уже знаем, что такое namespace. А observable – это, ну, есть свойство обозреваемое, которое мы забитаем на нашу view-модель. Я, как вы видите, здесь создал обозреваемое поле и указал ему начальное значение. Everybody, к примеру, да? Теперь это обозреваемое свойство нужно связать с нашей разметкой. Что мы делаем? Я уже так вот быстренько сейчас… Мы ищем наш span-чик. И указываем атрибут, о котором я говорил ранее. это data-bind и прописываем текст, который в inner… ну, inner-текст пойдет, да, назовем так. Вот. И указываем наши свойства, как оно name называется, да? Все. Этого достаточно, чтобы нокаут связал нашу view-модель с… ну, свойства name нашей view-модели, да, с html. И этот же name мы можем сразу же в контроллер секции оживить, да? Тоже сделаем data-bind. Ну, я чтоб не искать долго. Так… Давайте вот так вот… Тот же data-bind, указываем тот же текст, тот же name. Все то же самое, только элемент управления input type text. Сохранил, запустил. Что мы видим? Уже hello everybody в приветствии идет, да? И в элементе управления, как только мы снимаем фокус с этого поля… Мы что-то не связали, значит. Давайте смотреть. Data point, text… Есть какие-то комментарии? А, я повесил текст на input? Да. Да, спасибо. Работа. Да, мы видим теперь и в input тексте, и в спанчке у нас одно и то же значение, да? Причем оно согласованное, если мы его меняем, обновляется автоматически благодаря нокауту весь UI. Делается это с рядом оптимизаций, которые, в принципе, ну, на производительность оказывают существенный эффект. И я бы сказал, когда это приложение типа, ну, одностраничные приложения типа Gmail, может быть, даже и можно описать с нокаутом. У меня такого опыта, к сожалению, не было, я не могу судить. Но не одностраничные, многостраничные, да, точно. Особенно если оно строится на response-сервисах, нокаута, он заточен под REST API, ускоряет разработку с этой технологией. Ну, собственно, первое дело мы сделали, да, связали одно обозреваемое поле с вьюшкой, можно копнуть немножко дальше, поэкспериментировать. Ну, есть такая примочка. Можно связать input-элемент, чтобы он обновлял значение в ее модели не по потере фокуса, о чем я говорил вот недавно, а по keypress. Мы меняем input-текст и сразу же видим отражение в нашем приветствии, да. Ну, это такая приятная люшечка. Это все делается с помощью привязок, встроенных, либо самописных. Можно расширять нокаут без проблем, есть очень много точек расширения. Я о них скажу чуть позже, чтобы вы имели представление. Я скажу о плюсах и минусах, отвечу на ваши вопросы без проблем. Но чуть позже, хорошо? Так, очередной сниппет. Хотелось бы в чердата закинуть какую-то табличку с данными, с которыми мы будем работать впоследствии в demo. Опять-таки, я не буду писать лишний код, просто объясню его при необходимости. Нам нужно создать очередное обозреваемое поле, data-values. В него мы закинем нашу табличку. И я для простоты еще одно поле создал, render chart data. Оно уже, как видите, не просто обозреваемое, оно уже вычисляемое. KO-computer говорит о том, что у этого поля будут зависимости от других полей. И при обновлении этих других полей автоматически пересчитается наше computer-поле. Каким образом нокаут регистрирует эти зависимости? Это делается неявно в вот этой функции. Первая, да, мы видим. При обращении к любому свойству нашей view-модели, внутри нокаут регистрирует эту зависимость. Обращение происходит вызовом функции без параметров. Для того, чтобы установить новое значение, ну, к примеру, на имя, да, нам достаточно дейснейм заложить новое значение. Это есть сеттер, да. Заложив новое значение, автоматически обновится UI. То есть здесь, скорее, непривычная нам парадигма программирования, ну, функциональная. В целом, здесь не императивный подход используется в разработке, а декларативный. То есть мы ориентируемся на результат больше. Мы объявляем операции и указываем между ними связи. Строим такие цепочки событий. Ну, это со временем будет очевидней, понятней. Мы сейчас это отследим. Что я в этой функции делаю? Просто выплевываю HTML, который я хочу заложить в наш черт-дата на view-шке. Это делается с привязкой довольно просто. Сейчас мы это посмотрим. Так. Вот у нас есть табличка. Мы укажем тот же дейтабайт атрибут. Затем HTML связку на наше обозреваемое поле с HTML. Этого должно быть достаточно, чтобы мы увидели разметку. Но на всякий случай я сейчас проверю. Так. Нам нужно эти данные еще получить. Получить мы их можем сейчас. Давайте я проверю, чтобы не заморачивался. Да. Ну, создам такой простенький метод, который засетит в data-вылес значения, рандомно полученные в моей модели. Так. И вызову этот метод на document. Рейдинг. Перед применением бандинга. Так. Я еще не все сделал, наверное. Сейчас проверю. Ага. Я не подключил еще модель. Сейчас. Вы если видите какие-то ошибки, да? Потому что я сблизи могу их не заметить. Просто вы мне подсказываете, хорошо? Буду рад. Или комментарии какие-то. Так. Ты строчку, которую я только что копировал, ты ее вставил сюда? Да. Просто очень быстро. А. Так. Вот она. Да. Я проталкиваю в view-модель модель, да? Но забыл указать ее здесь в параметрах. Моды 1. Вот. Наша табличка построилась. Можно идти дальше. Чего бы еще хотелось добавить? Так. Это генерирование новых данных по клику на кнопку. Есть соответствующая привязка. Опять-таки я. Найду эту кнопочку сейчас в контроллере. Вот она. То же самое. Прописываем датабайт. Указываем наклейки. Мы вызываем load new chart. Все правильно сделали. Нет. И видим, что табличка обновляется, да? То есть правильно. Следующее. Хотелось бы оживить вот этот чекбокс. Как видите, процесс оживления достаточно простой за счет объявления вот этих атрибутов. Но по мере моей презентации атрибуты эти будут становиться все сложнее и сложнее. Я вас опущу чуть поглубже в мир нокаута, а потом мы уже после демонстрации сделаем обобщение. Ну, я расскажу про сконс, ну и какие-то основные ключевые моменты выделю этого нокаута и вообще стоит ли его использовать, да? Может у кого-то есть какие-то сомнения, хочет выпытать у меня правильный ответ на этот вопрос. Так. Оживить чекбокс можно объявив еще одно обзиропл свойства. По умолчанию я установил true. Это показывать chart data секцию или нет. И опять-таки, что нужно сделать? Найти нашу панель chart data, прописать data bind, указать другую привязку visible. Да, и нужно элемент управления чекбокс оживить, тоже прописывая data bind, указывая check-it привязку. В принципе, они интуитивно понятны, я их не объясняю, да? То есть, show chart data, мы видим работающую функциональность. Дальше, усложняя наше решение, мы хотим отобразить наш чарт, уже поинтереснее становится. Уже использование сторонней библиотеки, Sparkline, может кто слышал, для отображения, ну, в простеньком виде диаграмма. Вот. И как это делается, давайте я сейчас по ходу буду рассказывать, показывать. Так, ну, для начала подключу библиотеки нужные, шапочки. Если будет скучно, вы просто скажите, я покажу результат, и мы подведем итоги. Я просто не знаю, насколько вы заинтересованы в этой теме. Интересно. Хорошо. Тогда мы подключили нашу библиотеку и хотим теперь привязать наши данные, data values на бив-модели, к этому чарту. Делается тоже с помощью data-paint атрибута. Сейчас мы его поищем. Да, здесь у нас забит сейчас loading. Как видите, статический текст, и он пока что не меняется. Что нам нужно сделать? Ну, вот я по порядку буду писать. Указать привязку Springline. Это самописная привязка. Я ее, ну, буквально минут за 10 написал. Пишется это все очень просто. Можно замапить и на jQuery UI framework, на любой другой. Там всего в этих binding-хендерах два метода на этапе инициализации и на этапе апдейта значения в ю-модели, как вьюшка должна себя вести или как в ю-модели себя должна вести. То есть я не буду показывать, ну, показывать не буду, наверное, с учетом, что раньше опыта работы не было с нокаутом, чтобы не пугать, да? Я просто покажу дальше продолжение Springline options. Протаскиваю сюда специфические для framework опции ширина, высота, тексты какие-то, тип чарта. Это нас сейчас не интересует. Главное, что нам нужно установить, ну, показать этот чартик. Все, чарт готов. Мы нажимаем New Random Chart. Перерисовывается и табличка внизу, и перерисовывается чарт. Видим это, да? Дальше, что можно было бы сделать? Ну, я так уже буду побольше бить не по элементу управления, а пачку сейчас статистику нашу оживим. А именно цены, open price, close price и статистика. Я примитивные понятия сюда заложил, минимум, максимум, медиана, чтобы, ну, терминами специфическими для моей предметной области вас не забрасывать. Вот. Как это... Там, сейчас я проверю ничего, я не забыл. Ага. Как это делается тоже с помощью той же привязки, я уже не буду заострять ваше внимание. Я просто здесь эти девочки-спанчики позаменяю, соответственно, датапайнт атрибуты только добавлю, да? Так. На нашей вьюшке прайсы, open price и close price будут зависеть от значения первого и последнего элемента вот в этом массиве, да? То есть они будут фактически его показывать. Для этого я забью соответствующие обозреваемые поля, left-handle value и то же самое для правой вьюшке. Так. Опять-таки все делается достаточно просто. Вот. Вью-модель давайте я вынесу для удобства за документ-рейди. Это не критично. Можно где угодно, используя, ну, тот же require.js, модульность нашу MD и так далее. Все это сочетается хорошо в связке с нокаутом. С этим проблем нет. Я объявил два дополнительных свойства, да? Сразу же для open price, close price пропишу. То есть это все тривиальное, я не буду застрять внимание. Поэтому... Ну так, кусочками буду, да, накатывать. Сейчас чтоб вас не путать здесь. Вот так вот разделяем. Open price, close price забили. И что еще нужно сделать? Так это установить зависимость. При изменении наших данных нужно пересчитать значения левой, ну, крайней левой точки и крайней правой точки, да? Делается это с помощью вызова метода subscribe. Это метод нокаута. Для advanced-разработки, скажем так, можно подписаться на любого обозревателя и в функции callback при любом изменении этого значения, ну, выполнить какое-то действие. В нашем случае при изменении data-willюсов мы установим значения левой и правой клюшки, ну, это индексы, судя по всему, да, в крайнее положение. Чтобы правильно просчитался наш open price и close price. Ну, статистика. Да. Статистика здесь скромненькая. Это вычислимое поле, которое зависит от наших значений data-willюс, от выбранного диапазона на чарте. И, используя мою самописную библиотеку MyMess, вычисляю минимум, максимум, медиану. Единственное, selected range здесь не объявлен. Сейчас я затяну его. Он зависит от left-handle value, right-handle value. Такой, простенький. Так. И в ее модели, получается, у нас уже статистика готова полностью, теперь нужно все это привязать. Ну, тоже, я это сделаю быстро, как бы, результаты мы потом посмотрим. Привязка также с помощью текста, либо value, мы завяжем наши девочки и даже у нас спанчики с input-тайпами. Open price, close price завязали. Input текста теперь. Да. Я просто заменю, здесь привязка по value нам уже хорошо знакома. Все, думаю, можно... Ага, нельзя запускать. Еще статистику нужно сразу привязать. У нас есть... Да. Я просто объединил сразу ряд операций в кучу, и мы периодически будем просматривать результаты. Потому что, ну, презентация, ну, может затянуться тогда и до полутора часа без проблем, я думаю. Вот. Ну, я думаю, мы вложимся в часик. Так. Статистика у нас объявлена в виде шаблона, я специально это сделал, чтобы показать, что нокаут также может работать с шаблонизаторами. Причем может работать как с jQuery по умолчанию, с jQuery template, так и с любой другой библиотекой подключается все просто. Это тоже underscore, либо mustache, ну, там, на ваше рассмотрение. Тем более у библиотеки комьюнити большой, я даже уверен, вам ничего не придется вписать. Просто можно затянуть готовое решение к себе в проект. А, статистика у нас уже прописана, как видите. Я здесь завязался на минимум, максимум, медиано таким образом. Это стандартный jQuery template синтаксис. Одна небольшая особенность, сразу подчеркну, нокаут, он умеет работать как с шаблонами единичными, так и связанными, ну, вложенными шаблонами. Причем все обработчики событий, которые можно через DataBind, например, клик навешать, они отлавливаются, перерегистрируются при необходимости, когда добавляется элемент, удаляется. Там, если у нас табличка, то, ну, он за этим следит, в общем. Так, и нужно этот шаблон, который мы объявили в конце нашей разметки, завязать на div. Есть у нас пустой div, нам нужно прописать, давайте, что DataBind template, указать имя нашего темплейта. Это ID-шник. Так, и данные. Я уже забыл. Я сам .net-чик, у меня уже кофель немножко опять поменялся, то я сидел на фронтенде, сейчас на backend пошел, похожу здесь немножко, там вернусь, опять, пожалуйста, криптоударю. Скоро фронтенд WPF хочу еще, ну, в общем, планы-планы. Все один div, только на PHP начали. А? Еще чуть-чуть и PHP будет. Нет, PHP было уже. Так еще будет. Это что, по спиралям возвращаешься. На второй круг. Да. На второй год. На второй год у меня остались. Привязку к статистике мы установили. И, ну, самое малость нужно jQuery template подключить, правильно? Сейчас мы это в шапочке сделаем. Здесь особенность подключать его нужно до того, как нокаут. До нокаута это, ну, не знаю, как по мнению, очень удобно. Видна специфика реализации, не копал. Вот. Так. Что мы здесь? Завалили весь проект? Он, нокаут, если что-то не может связать, он громко ругается. Причем не стесняется. Он нам даже сказал, на какой привязке он упал. Ну, соответственно, нам легче это отследить, отводить и исправить. Я не буду искать ошибку, я скопирую то, что я заготовил, да? Вот не получилось мне написать на JavaScript. Все, постарел. Я просто имя указал, чуть-чуть не так пою. А, ну, может быть. А, нет? Что-то еще? Ага. Я свойство, наверное, на статистику здесь как-то очипятался, да? Я его добавил? Я его не добавил. Вот и хорошо. Да, я только рассказал, что это у нас за блок кода, но добавить не добавил. Заодно посмотрели, как нокаут ругается. А очень удобно в тестировании использовать. простенький тест, который применяет нашу Vue-модель на Vue. И сразу понятно, сработало или не сработало. Уж если он применил, то там больше шансов, что все будет работать, чем при функциональной парадигме программирования. Так, статистика. Мы считаем здесь... Так, я мог уже что-то упустить. Давайте я немножко сжульничаем. На готовое решение я посмотрю. Ну, не сказать, что мегабайты, с учетом... Сейчас. А где на готовое решение я делаю? Спрятано. Не, вообще все есть на Google Core. Я потом кину ссылочки. На последнем, самом последнем слайде. Так, секунду. Это не удивительно. У меня всегда, когда я презентацию провожу с кодом, да, по опечатке выскакивает. Так что... Ага, я забыл вот этот вот сабскрайб докинуть. Тоже рассказал, но не докинул, да? Ну, те, кто хоть раз докладывался в своей жизни, я думаю, меня поймут, что, сидя у большого экрана, тяжело найти ошибку. Вот. У нас статистика прайса уже готовая. Мы делаем new random chart и видим новые циферки. Да? Причем можем даже проверить. Open price у нас 98. Я могу увеличить. Вот. И close price 64, да? Минимум, максимум, медиа, но это уже, наверное, в следующий раз проверим. Математику эту забыл. Написал этот маймаз и все. Похоронил. Так. Что мы можем сделать дальше? Так. Давайте глянем, чтобы я не ходил вокруг-то около. У меня здесь все пошло. Шаган разбито. Угу. Да. Теперь хотелось бы к самому вкусненькому jQuery UI подступиться. Я говорил о привязке jQuery UI. Мы сможем на практике увидеть. Ну, подключу, собственно, эту библиотеку. И подключил соответствующую привязку. Опять-таки, самописная, но, слава богу, не мне этим приходилось заниматься. Уже готовые решения были в Google-группах, по-моему, я не помню. Есть, в общем, сообщество по нокауту. Очень большое. И очень много интересных решений готовых. Без проблем можно завязать. Ну, я давайте ускорюсь немножко. у нас jQuery UI. Да? Как он привязывается? С помощью новой привязки jQuery UI. Продалкивается виджет, который мы хотим завязать. Это слайдер, например. И опции. Я вот это сейчас все нагло сворую у себя, причем уже. И слайдер опции я делал опцию вниз в e-model. Они простые. Сейчас мы их перетянем. Я думаю, вам очень хорошо это знакомо. Да? Метод контроля. Опции. Опции эти завязаны на data values и там устанавливают минимум, максимум, выбранные значения и event handler на слайде. Когда мы слайдим наши, ну, range-слайдеры, да, мы устанавливаем новые значения в left-handle value и right-handle value для того, чтобы, ну, пересчитать нашу бьюшку. Так. Я выделил диапазон на чарте за сериал, чтобы можно было как-то увидеть, да. Вы видите, я слайдил наш range-слайдер. И изменяются выбранные значения open close price в этом диапазоне и статистика в этом диапазоне. Пересчитывается все на лету. И, заметьте, я забыл, что у меня есть еще и в контроллере два input-текста. Они тоже перерисовываются, в свою очередь. Ну, это то, что сейчас по-модному называют респонсивным программированием отзывчивым. Когда наша вьюшка, в общем, заточена на то, чтобы как можно быстрее выдать информацию пользователю в том или ином виде. Ну, давайте дальше побежим по... Так, у меня здесь по подсказкам уже, наверное, ничего нет. Да, ну, да, это, собственно, все. Я не заметил, как мы уже написали такое приложение. Мы нажимаем New Random Chart, у нас все сбрасывается, все отрисовывается. Мы забиваем сюда новое значение, например, в input-text-start. У нас отрисовался весь остальной UI, статистика пересчиталась и все остальное. Все эти зависимости, они автоматически нокаутом разруливаются. И уведомления приходят всем подписчикам. Ну, потому, я говорил в начале, нокаутом строится на Event Dream Development и, в частности, на реактивном программировании. Собственно, потом это все. Может быть, у кого-то есть пожелание поплется здесь что-то, какую-то багу выявить у меня. Ну, например, я не заморачивался, честно, на багах, но пробовал минус 10 в ноль ставить. То есть, там какие-то проверочки есть, да? У него своя валидация? Валидация есть как сторонняя библиотека, нокаут валидейшн. Я ее не подключал. Я, ну, свои проверки повставлял на соответствие значения в диапазоне. Вот. Ну, а о валидации я скажу позже. Это очень такая щепетильная тема. Давайте вернемся тогда в наши презентации. Слышно? Раз, два. О, отлично. Хотел выделить четыре основные ключевые концепции нокаута. На официальном сайте Стивена Сандерсона, автора этой библиотеки, они приведены, просто продулируют, да? Это декларативная привязка, то, что мы через дом в разметке задаем с помощью датабаймент атрибута всю привязку к нашей B-модели. Потом, отслеживание зависимостей. Нокаут автоматические цепочки зависимостей выявляет и разносит, ну, обновленные значения всем подписчикам, что, в свою очередь, помогает реализовать третью ключевую особенность. Это автоматическое обновление UI. Нокаут при изменении Vue-модели обновляет Vue автоматически. И, наоборот, при изменении Vue, например, мы поменяли текст, да, обновляется наша Vue-модель. Двусторонняя связь устанавливается. И поддерживает вложенную шаблонизацию с возможностью подключения сторонних шаблонизаторов. Это четыре основные ключевые особенности. Вот. Ну и... Слышно? Да. Ну и хотелось бы просто подчеркнуть, выделить встроенные привязки, уже написанные, которые мы можем без проблем использовать без подключения всяких библиотек. По трем категориям разнесены. Управление текстом внешним видом. Это отображение, текст, HTML, CSS, style. Завязаться даже на атрибут можно. Управление логикой представления. То есть это некая упрощенная замена шаблонизатора, управляющей конструкцией типа ForEach, If и так далее. А также, ну, привязки работы с элементами формы, клик, event, к примеру, привязка на drop-down list, ну, select, да, и так далее. Извините. Так. Ну, и то, чем я хотел изначально, на что я изначально удочки закидывал, но не рассказал. ВВМ, что это за шаблон. Три компонента – View, View, Model, View. View представляется по интерактивной UI. Он может быть в виде HTML, в виде CSS, ну, с CSS, да. В виде SVG без проблем, в виде VML. Я, например, в качестве View использовал стороннюю библиотеку JacobLot, кому знакома, для рендеринга чартов на более advanced уровне. Есть нижний самый элемент – модель, собственно, наша прикладная логика, которая описывает предметную область. К примеру, ну, это вызов, может быть, даже непосредственно вызов удаленных сервисов, да, либо кэширующий слой этих обращений к сервису. И наша View-модель, она является абстракцией View, представлена в виде плоского списка обозреваемых полей, которые привязываются к HTML и так далее. Причем в двухстороннем порядке эта связь идет, что обеспечивает согласованность как данных, так и отображения. Ну, такой незамысловатый паттерн. Есть, на самом деле, еще продолжение, и я на него наткнулся, мне понравилось. Может, кому будет интересно, MVVMC паттерн. Это из той же серии семейства MVA шаблонов, только с контроллером. Model View-Model плюс контроллер. Поскольку в сложных архитектурных таких приложениях, именно с богатым интерфейсом, без контроллера тяжело отмазнуться. Так тут же вся штука в том, что прослойка View-Model синхронизирует View-Model. Зачем это в View-Model? Контроллер, как по мне, вся беда во View-Model в том, что она разбухает очень сильно всякими event-хендерами, прикладной логикой, которые можно вынести в контроллер. То есть контроллер, по сути, является посредником. Он просто устанавливает дополнительные свойства на View-Model. Те же click event-хендеры, например. View-Model, например, я люблю представлять максимально простой. Это просто ряд свойств. Причем эти свойства зачастую умещаются на одну страничку. То есть ты четко видишь, какие есть в View-Model end-point и как они связаны между собой. В нашем случае это были Data-Values, Left-Handle-Value и так далее. Но сам по себе классический паттерн MVVM, который возник не сказать, что давно. Я думаю, что не больше пяти лет назад. Одна из реализаций, такая видоизмененная, паттерна Мартина Фаулера, тоже, к сожалению, только слышал, не знаю какого именно. Но очень похож на наш классический MVC. Может быть, от MVC пошел непосредственно MVVM. MVVM, в отличие от MVC, он больше заточен на фронт-энд и на взаимодействие с пользователем. Классический шаблон MVC, он применяется активно, ну, также на бэк-энде. С MVVM кода намного меньше получается в случае клиентской разработки. Особенности нокаута, мы уже приближаемся, все, уже заканчиваем. Особенности нокаута, бесплатные, исходники открытые, чистый JavaScript без зависимости на сторонние библиотеки, легковесные, 40 кило, минифайд-версия занимает, ну, 39 кило. Все мейнстрим-браузеры поддерживают, в том числе и E6 даже. И документация, ну, мне кажется, это один из лучших проектов, что я видел. Даже по части качества кода он покрыт тестами вдоль и поперек. Можно выкачать этот open-source проект прямо с сайта Стивена Сандерсона и позапускать тесты. Я не помню, он на QUnit написан, либо на Jasmine, я уже забыл, запамятовал. Сам я больше люблю Jasmine, если кому интересно. Но с QUnit сталкивался, он такой более, ну, ограниченный. Так, про сконс, то, о чем я говорил, да. Полная автономность автоматически отслеживает зависимости и обновляет UI. Прозрачную архитектуру имеет, главное, расширяемую. Есть очень много точек, таких как привязка, написание своих конвенций по привязке. А именно, вы видели атрибуты DataBind в HTML-верстке, да? Вас это не устраивает, вы можете эту привязку в код вынести в JavaScript. Есть готовое решение, это классно чем? Вы полностью от HTML-верстки абстрагируетесь, вы отдаёте это верстальщику. И в случае, если косяк с версткой, вы сразу направляете тестировщика к верстальщику. А верстальщик не парится, поскольку это его HTML. Никто больше туда не лазит, и он им бедрит, и делает все исправления. То есть, общение в команде, ну, становится более дружелюбным, потому что... Потому что у каждого своя песочница, и они... А в итоге чей-то JavaScript гадят, да? Ну, если JavaScript, то уже все камни тогда знаем, куда бедят. И тестировность кода повышенная, хотел бы отметить. Никакой привязки к дому. Я любовался тестами, которые строятся на Vue-модели. Это очень приятно, поскольку дом он тормозит, да? Начнём с этого. Не говоря о том, что его тяжело замочить, как-то отвязаться от конкретного браузера. Вот. Мы, разработчики, мы работаем с Vue-моделью. Всё, нас дом не интересует. Бывают случаи, когда мы спускаемся на уровень дома, но это скорее проверить специфическое поведение. Ну, в какой-то библиотеке, да, у нас есть сомнения. Либо покрыть свой костыль, который я там три года назад оставил, да? Ну, и очень низкий порог хождения в нокаут. У меня заняло, ну, где-то четыре часика для того, чтобы уже работать с ним. Ну, на базовом уровне. Ну, и, наверное, ещё сверху часика восемь для того, чтобы advanced skill-on набрать. Ну, как бы, такие поверхностные, да? А дальше уже начались исследования. Ну, и где-то вот в течение трёх месяцев я себя уже почувствовал таким парнем, который может построить с нуля rich UI application. Вот, догадайте. Ну, собственно, чем я и занимался, мне дали гаджет, я его освоял и уже отдал. Недостатки. Это, наверное, самая главная часть моего выступления. Есть... Нет поддержки, встроенной поддержки от вкладки зависимости. Очень тяжело бывает выстроить в больших приложениях, понять, по какой цепочке зависимости пошло наше выполнение. Вот, и я эту проблему решал навешиванием трассировщиков на обновление, ну, конкретных обзоров полей. Вот. Я считаю это большой недостаток нокаута, поскольку, ну, загибаешься иногда. Это голова не выдерживает держать много вот этих вот операций мелких. И доску приходилось применять, поскольку даже листик не помогал. В больших приложениях нужно их пилить, пилить на вью-модели, строить зависимость между вью-моделями. В моем случае оно настолько стало мощным, это приложение, что пилить уже некуда было, ну, как мне казалось. Очень тяжелая логика была. Следующий недостаток... Да, там чего-то не хватает. Ну, в общем, пользовательских транзакций нет, но это особенность эффективного программирования. И в какой-то степени это нормально. Что я подразумеваю под пользовательскими транзакциями? Каждое обзор было свойство фарит ивента на апдейте. Мы устанавливаем, к примеру, новое свойство, зависимое от двух каких-то левых. И хотим, чтобы при обновлении и первого, и второго мы получали уведомления. По умолчанию мы получаем уведомления сначала от первого, потом от второго. Ну, то есть мы два уведомления получаем. Но мне хотелось бы получить одно. Это тяжело делается, это своими, ну, такими изращениями, в общем, все происходит. Ну, как бы, вся специфика рефлексивного программирования в том, чтобы как можно быстрее отдать пользователю результат. Если у нас есть формула A равняется B плюс C плюс D, да, то мы будем три раза отдавать пользователю результат. Когда придет B, когда придет C, когда придет D, мы три раза отдадим, ну, какую-то промежуточную версию. Это, ну, дает, добавляет интерактивности приложению и увеличивает юзер-экспириенс. И последний недостаток по поводу SEO. Поддержки нет, ну, это недостаток не самого нокаута, это недостаток, как мне кажется, решений на, ну, с таким подходом, когда мы данные запрашиваем с RESTful сервисов. Поисковые роботы, они с JavaScript умеют работать, но только самые такие навороченные, типа Google. Может быть, даже Яндекс уже, я не знаю. Вот. И так, что у нас еще? Да, ну, у нас здесь ресурсы представлены, можно будет списать. Вот. А я пока пару слов добавлю по поводу библиотек сторонних по нокауту, которые могут быть полезны в разработке. Хотелось бы выделить библиотеку от того же Стивена Сандерсона, автора, KOMapping, библиотека для заворачивания любого объекта JavaScript в обозреваемый объект, который можно связать с View. Это, ну, делается все элементарно просто и очень классно совмещается с RESTful сервисами. Когда мы получаем какой-то JSON, ну, я так упрощен, JSON, и сразу же делаем его обозреваемый маппинг на модель. Код на View. Код чистенький, красивый и простой получается. Еще есть плагин Knockout Validation, о котором я говорил. Он работает по... Ну, он достаточно просто навешивается правила валидации прямо с кода от JavaScript. Ну, типа, required, какой месседж выдать, или там WPT он должен соответствовать. Ну, стандартные типа валидации, которые можно расширять. Делается это с помощью расширения observable поля. У нас, например, есть поле name, и мы хотим его расширить. С помощью вызова extend мы набрасываем атрибуты валидации. И еще ключевое, как бы... Сам нокаут, он большой. Я недавно замахнулся просто лекцию небольшую ребятам в компании у нас, зачитать с ходу, без подготовки. Думал, полчасика поговорим, этого хватит. Ну, уже для таких ребят, которые с нокаутом работали. Но увлеклись, на два часа все это спустили. Вот. Ну, интересно, интересно. Хотя бы с нокаутом познакомиться, я бы советовал. Можно разные практики выхватить. Я не заставляю вас бросать всякие MVC готовые решения, типа WPON, я уверен, кто-то его использует здесь в зале. Вот. Но можно было бы просто попробовать какую-то демку склепать. Посмотреть, как все это работает. Насколько юзер-френдли получается и девелопер-френдли. Ну, ты же выложишь эту демку. Да. Демки есть. Внизу материалы презентации я указал. Сорцы под Google кодом. Презентаха под SlideShare. И видеозапись. Я в компании внутри как-то докладывался по этой теме. Если будет интересно, можно глянуть старую видеозапись. Так. По нокауту. Самое главное я рассказал на поверхностном уровне. Вопросы есть у вас? Сейчас. Да. Слайдов больше нет. Есть какие-то вопросы? Вопросы. Вопросы. Я заметил, вы производите биндинг view-моделей с моделей с домом в document-трейде. А есть ли возможность для позднего биндинга в случае, когда контент подгружается где-то в середине работы приложения? Да. Вопрос. Есть ли возможность связать view-модель с вьюшкой не на document-трейде, а уже впоследствии при каких-то обстоятельствах? Да. Да. Это все делается без проблем. В любом месте вызвать лишь бы дом был готов с его этими датабэнд-атрибутами. То есть можно даже на коллбеке Ajax Access сделаем, да? Или еще где-то. То есть привязку нужно уже производить в самом коллбеке, когда контент Ajax собрнется. То есть нельзя, например, как jQuery Live использовать биндинг элементов, которые еще не существуют, или которые можно сделать? Можно без проблем в любой момент забиндать view-модель, на любой элемент view. И более того, можно в рандайме создать еще одну view-модель какую-то, дописать еще каких-то элементов в дом. То есть это можно сделать в любой момент. Привязка работает на протяжении всего жизненного цикла страницы. Спасибо. Еще есть вопросы? Да. Вопрос такой. Как написать свою привязку? Вот вы говорили в начале еще лекции, что у вас есть в этом пример запретов? Да, я могу показать. Было бы хорошо. Сейчас. Ну, например, jQuery UI разработка или пойдет jQuery UI? Интересно, да? Так. У нокаута есть свойства Python Handlers. Это одна из точек расширения нокаута. Сюда добавляется… Сюда, как мы видим, добавляется одно свойство update. Есть возможность еще второе init добавить. Update-свойство вызывается всякий раз, когда наше обзор в блок-поле обновляется и первый раз на привязке в ее модели с вьюшкой. И в нашем случае это и есть вызов jQuery UI на дом элементе. Всякий раз, когда мы обновим, мы вызовем jQuery UI, ну там, переделываем date range, jQuery UI range slider, к примеру. Это кастомная реализация. Хочется оптимизации без проблем. Можно сделать так, чтобы всякий раз jQuery UI не перерендеривался, а менялось его состояние. Это все делаете без проблем. Ну, я думаю, вниз даже можно и не лезть. Этот пример, он очень простой. Мы вытягиваем фактически виджет-опции, указанные в привязке databine, да, и используем их на jQuery UI. Есть пример посложнее. Самописочка моя, Sparkline… А, нет, я ошибся. Вот это вот привязать с Sparkline мне столько куда понадобилось. То есть, binding-handers, они очень компактные и, ну, пишутся довольно-таки быстро. Кастомные. Я могу объяснить, если интересует, что делается на Unity. Ну, это уже более, такая, для более продвинутого уровня. Лучше давай следующий вопрос и потом… Нет? Хорошо, да. Тоже можно будет отдельно. Ответил на вопрос? Да, конечно. У меня такое… А, да, у меня было такое… Вопрос повтори, потому что на самом деле очень много. Было ли такое, что страница падала от обилия операций, связанных с нокаутом? Вот, да. Бенчмаркинг очень-очень интересен. Да. Насколько… У меня такое было, но связано это было с ошибками в разработке. Я где-то косячок допустил и загнал там, ну, лишние итерации начал делать. Есть ряд оптимизационных техник в нокауте. Может, познаком троттлинг, стандартная техника. Можно навесить с помощью расширения троттлинг, например, отрисовывать юани чаще, чем раз в секунду. Есть ряд оптимизационных техник, встроенных уже в нокаут. А именно, когда мы работаем с массивами данных, и мы, например, в массиве, который мапится на табличку, да, или даже будет покрасочнее в массиве, который мапится на таблицу с очень сложными строками, да. Перерисовка всякий раз таблицы при изменении одного из элементов массива – дело затратное. И нокаут, он перерисовывает только ту часть таблицы, которая изменилась. Он, ну, за вот этими вот оптимизациями следит. Добавился новый элемент в таблице – нокаут не перерисовывает всю таблицу. Он добавит в соответствующее место новую строчку, да, к примеру. То есть, у нокаута уже есть ряд оптимизаций, их хватает с головой, но то, что приводит к трамозам диким, зачастую ошибка программиста. Ну, как в моем случае у меня такое было. Спасибо. А взорвенных за счет чего происходит? SetTimeout? А взорвенных с обнаружения, что свойство изменилось? Да, я понял вопрос. Обнаружение, что свойство изменилось по SetTimeout происходит или нет? Да. На самом деле, нет. Нокаут, он в том же потоке уведомляет всех подписчиков о том, что свойство изменилось. Но есть возможность сделать асинхронное уведомление для того, чтобы создать некую транзакционность. Такую, в кавычках. Ну, это уже тонкости JavaScript. Если мы выполним какую-то функцию асинхронно, мы поместим ее в очередь выполнения. И когда эта очередь выполнения будет, когда поток будет готов принять очередной элемент, он его примет, но не обязательно в указанное время, там спустя 100 миллисекунд, а как только освободится поток выполнения. Ну, я так немножко сумбурно объяснил. На самом деле, я люблю на доске рисовать, но тут доски нет. Ну, не стоит. Может, еще какие-то вопросы? Бакс ответит? Ну, у меня вопрос, но он может быть на самом деле глупый. Не люблю такие вопросы, насколько она быстро работает. Ну, бенчмарк был какой-нибудь хотя бы? Просто, я так понимаю, если будет буи довольно-таки сложная на всех обзорвингах, и если там как-нибудь хитро затянуть, то оно действительно может работать не быстро. Ну, к сожалению, у меня не было возможности провести бенчмарк, сравнить одно и то же решение с разными реализациями, ну, такое массивное решение. А по отзывам? Ты больше варишься просто в этом? Ну, варился, да. Да. Ребята на форумах где-нибудь никто не смотрел, не интересовался? Просто интересно. Мне перед глазами не проскальзывали статьи о том, что что-то тормозит, и фу, на кого как же. Пока молчат, значит, все хорошо. Пока молчат, да. Спасибо.